Сегодня мы поговорим о символизме перехода от эпохи лисы к эпохе волка. Дальше начинается бред. По славянскому календарю с 392 года по 2012 год мы жили в эпоху лисы под покровительством богини Мары, эпоху лжи и обмана. Символ Мары – крест с двумя перекладинами, а христиане добавили снизу еще одну маленькую перекладину, типа это их идея. С 22 сентября 2012 года наступила эпоха волка. Санитара природы под покровительством бога Велеса. Символ руны Велеса. Это процесс, связанный с движением Солнечной системы по Млечному пути. В эпоху лисы самыми успешными людьми становятся лжецы и обманщики. О совести честь людей проходит самую жестокую проверку на прочность. Русские народные сказки ясно описывают энергию эпохи лисы в образах и сравнениях. В сказках лиса выступает как символ хитрости и обмана. Но это правда. И всегда оказывается выигрыша. Так же, как эти люди, которые выбрали служителей. Самые известные сказки, которые воспитали множество поколений славян. Это колобок, волк и лиса, зайчья избушка, медведь и лиса. Это колобок, волк и лиса, зайчья избушка и медведь и лиса. Так почему же лисица съела колобка? Да. В сказке колобок символизирует тело интеллекта человека. Золотой сияющий шар вокруг головы, как нибудь на иконах. Икстос! Иксуси! Икстос! На самом деле, оно есть у всех. Встреча колобка с разными животными означала испытание, которое проходил русский народ. Так как сказка колобок составлялась волхвами, для эпохи лисица, волхвы это мудрецы. То дальнейшая разгадка сказки идет именно в этом ключе. На своем пути колобок встречает зайца. Это код. Волка, медведи и лису, что символизирует разные испытания интеллекта в эпоху лисы. Время хитрости, обмана и подмены духовных ценностей на материальные. Деньги, деньги, деньги. Ну, если бы меня кормили, у меня были бы все вот эти вот материалы, я бы такие штуки создавал. Колобок гордится своим умом и ловкостью, полагая, что справится со всеми испытаниями. Вначале он встречается с зайцем. Это испытание на трусость, которое русский народ запросто прошел и при этом показал себя сердечным и миролюбивым. Встреча с медведем, хозяином леса, это испытание на жажду власти. Встреча с волком, воля вольная. Испытание на неприятие любой формы рабства. Все это мы доблестно прошли. А вот встреча с лисой, которая символизирует в наших сказках хитрость и обман, не прошла для колобкодара. Его съели. Мы пофейлили, ребята, серьезно пофейлили. Доллар вас покорил. У меня окрашенный доллар, он есть. 100 баксов, я их покрасил. Гордость не привела колобка ни к чему хорошему. Так и интеллект русского народа в эпоху власти лисицы был сильно поврежден. Нашими князьями стали обманщики. А люди из родного дома и сада переселились в города. От слов горе-роду. И стали рубить лес, засевать поля злаками и обмениваться золотыми монетами. Зло, злаки, золото, валюта лисы. Вначале обманывают мужика и получают целые волосы рыбы. Намек на то, что святая дупла, чекала рыбик. Поэтому на некоторых машинах вы можете увидеть символы рыбы. Иисусе собирал рыбаков, чтобы сделать их ловцами душ человеческих. Название эра рыб пришло к нам с востока. Это оттуда. Потом лиса обманывает волка, волю народа. Оставляет его с отторванным хвостом и побитыми боками после неудачной рыбалки. Слушай, у меня по мере видит. Угу. То есть сон хитрых. После неудачной рыбалки, что означает невозможность счастья и сытости, в религиозных христианских дагбатах. Надорванный хвост это также порванная связь с предками. И после этого лиса едет на подбитом и голодном волке и поет песенку. А волк уверен, что делает доброе дело. Вот она славянская наивность. В эпоху лисы, чтобы было легко обманывать и контролировать наш народ, были внедрены религия, войны и сельское хозяйство. Также для лишения людей воли начали стричь волосы на голове и бороду. Внедрять чужеземную пищу. Кофе, шоколад, табак, картошку, бананы, чипсы, принглс, мазал, тофа, что-то нет. Сейчас в апогее эпохи лисы, фокс. Мы видим наступление ее тотема. Самые большие страшилки про 2012 год и волков оборотней выпускает компания 20 век Фокс. А новостная компания Фокс Ньюс это образец искажения новостей в угоду властям. Ну как у нас первый Балтийский. Фокс Хитс самые тупые детские мультики. А также выступили против, ну погоди, ну это они вообще, ну погоди, ну ты чё? Ну погоди, ну погоди, ну куда погоди? Прикиньте, ребят, я сегодня смотрел. 18 на мой, ну погоди. Прикиньте, ребят, я сегодня смотрел. А еще рекламируется бесплатный интернет-браузер Firefox. И распространяются супермаркеты и гипермаркеты. При питании супермаркета ускоряется встреча с богиней смерти и покоем Ары. Смотрите мысль. Супермаркет, гипермаркет, богиня Мара. Мара! Также крест Мары мы можем видеть на масонском гербе. Герб Великого княжества Литовского погоня и даже советский красный флаг. Богиня Мара ходит с косой. Мать Иисуса Мария! Причем христианство, как доминирующая религия на нашей планете, больше всего поиздевалось над людьми и природой. Там, где мы видим череп с костями, это также агенты Мары. Пираты, церковь, буши, американский клан череп и кости. По сути, лживая эпоха богини Марены. Это приключения и испытания, которые мы, русичи, сами хотим пройти. Чтобы разгадать судьбы и загадки. Найти свой вклад и сокровище, научившись различать правду и криву. Так что поблагодарим Лису за все ее проделки. Сейчас, 7521-го лета по славянскому летоисчислению, началась эпоха волка. И успевать жизни начнут только честные и справедливые люди. Все хорошо прошедшие переход, отрастив длинные волосы, подключатся к энергии космоса. Как бы абсурдно это ни звучало. Помните аватара, как они вставляли свою узбишку? Они все свой цахэк, цахэк и чик, цахэк. Люди снова станут слушать, уважать и любить друг друга. А пока мы причащаемся к энергии волка, пробуждая свой дух и душу, храдский и сказочный петух плюнет каждому. Ключевая энергия волка Белеса это воля. Вы заметьте, недавно был зеленый фунт, там тоже все про воля. Поэтому сейчас так модно становится носить длинные волосы. Оси воли. Появляются новые дети, которые активно проявляют свою волю наперекор всему. А взрослые в народных волнениях по всему миру активно хотят выйти из-под контроля власти Лисы. То есть политиков, банкиров, юристов и так далее. Вольные самостоятельные жизни. Основное дело, но начало и больше волка. Восстановление многообразия жизни на Земле вместо пшеничных полей, вместо пшеничных полей сосновых лесов, откроет многогранность сознания человека. Ровно стену, которые держали нас в тюрьме лисиц. Это денежная система, электричество и медицина. Центр я неоднократно говорил, что платить за электричество то же самое, что платить за воздух. Это научные институты, религии и сельское хозяйство. Для людей, погруженных в материю, то есть в матрицу, это будет похоже на конец света. Но для просвещенных людей мира, и ты, дорогой друг, тоже можешь к ним относиться. Это будет начало света и времени любви. В сказке Иван-цареющий серый волк описывается, как волк-велес помогает найти главному герою, Елену прекрасную в жены, жароптицу, игривого коня и полцарства, сексапильную красотку, родовое поместье и платиновую карточку. А белый Мэринбул? Причем родные братья полно предают Ивана. И рубят его на кусочки. Здесь имеется в виду то, что Иван это Россия. А ворон помогает серому волку воскресить Ивана с помощью живой и мертвой воды. Крешение русского народа, даже порубленного на кусочки, неизбежно. В эпоху Лисы никакие письменные и устные источники не могут не считаться достоверными. Заметьте, будем не показывать оригиналы в Библии, Махабхарате, Велесовой книге и славяно-арийский свет. Только копии. Все нужно проверять лично, все знания искажены. Лучше писать свою книгу жизни, основываясь на свете Солнца, пении птиц и улыбках детей. Настало время для всех русичей открыть свое звездное наследие. Наша система Ярилы Солнца. Это и есть сказочные 3 Девять Демель, 27 планет. Солнце является восьмой звездой созвездия Плеярт и входит в состав Какао-Бабао. Влечного пути. Путешествие за 3 Девять Демель – это путешествие за пределы Солнечной системы в просторах Влечного пути. А еще, знаете, древний славянский символ Яви, Нави, Прави. Вы берите все лишнее, получится значок по СДС, если немножко приравнять будет Плеярт и Мейда. Если еще помоцевать и вообще, если присматриваться, то в мире их очень много этих символов. Готовьтесь, народ. В сказках говорится про молочные реки с кисельными берегами. Это и есть звездный Млечный путь. Наши предки-прародители путешествовали по всему Млечному пути. И нам предстоит это вспомнить, ведь это и были мы. Священная корова зимы – малая медведица. Эта небесная корова – мать и лес. Осознавая звездное наследие, как в народе говорят. Путеводная звезда родился под своей звездой, звезды помогая и так далее. Сейчас люди больны материализмом, полагая, что виден это только человек, руки, ноги, плод. Но человек имеет род небесный и род земной. Наши явные тела имеют родословное на земле. Сейчас люди активно восстанавливают и изучают свою родословную. А наши духовные тела прилетели на землю из разных созвездий чертог, где путешествовали как световые лучи. Это созвездия чертоги, финиста ясного сокола, лебедя, коровы зимун и других. О чем в живых образах ведают русские народные сказки. Часто души человека сравнивают с небесной, которая летает между звездами. Мы наследники звезд, поэтому у нас горят глаза, сияет улыбка и светятся души. Наши световые тела впитывают сияние звезд Млечного Пути. Поэтому так важно смотреть на солнце и звезды, дружить с ними. Это наша небесная родина. Мы люди в пробужденном состоянии. Мы люди в пробужденном состоянии. Одновременно живем в космосе и на земле. В эпоху Волка это почувствует каждый. Особенно при наличии длинного Сахэла у вас на кто-то, что у вас заберутся? Сначала надо восстановить связь с энергией Солнца. Восстановить свое тело и интеллект. Сначала нужно восстановить связь с энергией Солнца, восстановить свое тело и интеллект. А затем восстановить связь с энергией чертогов созвездий. На этом наша сказка оканчивается. Сказка ложь, дамиль намек, добрым молодцам урок. Тот, кто слушал, молодец, кто не слышал, тот подохнет.